Как рассказал дежурный по шахте, в воскресенье 19 декабря в 12.20 датчики показали незначительное превышение температуры в горной выработке. В 13.35 оператор газовой защиты зафиксировал также незначительное повышение ЦО. После получения данных о превышении КДК по газу ЦО, я принял решение с начальником участка АБ непосредственно пойти в прилегающие выработки, откуда было сообщено, для обследования, что мы сделали при обследовании горных выработок. Через 30 минут после получения сообщения мы уже находились на пути в шахту, обследовали горные выработки. В 18.50 было найдено возможное место нахождения очага пожара. Мною были вызваны специально обученные работники шахты и вспомогательные горно-спасательные команды в составе 6 человек для помощи в разборе крепи бортов и кровли выработки. И в 20.50 нам удалось вскрыть предполагаемое место. Мы обнаружили очаг возгорания, подали туда воду и в 21.00 вышел открытый огонь в сбойку номер 519 БИС. Незамедлительно мною из шахты был задействован план реквидации аварии, породу аварии пожар. Дана команда на вывод всех людей на поверхность своими запасными выходами. Принял решение оставить 6 человек вспомогательной горно-спасательной команды в голове со мной до прибытия в АГСЧ. Подавали воду, сдерживали развитие очага пожара. И после прибытия первых отделений в АГСЧ также еще оставались на месте для взаимодействия, для помощи прибывшим отделениям в АГСЧ. Я по гранчу вызвал Прикина, по рации сообщил ему, после чего он дал команду задействовать план реквидации аварии, потому что уже концентрация была больше, чем допустимая. Задействовали план реквидации аварии, вызвал АГСЧ, то есть 4 отделения АГСЧ, дал команду на выход людей по аппаратуре гранч. То есть у нас есть вот общая авария, то есть если я вызываю, даю общую команду аварии, значит каждому работающему под землей приходит на светильник авария. Значит они обязаны по этой команде уже выходить на поверхность. На тот момент в шахте находилось 128 человек. Мы работали по добыче гуля, пришло помещение на светильник, что авария. Мы подошли к горному мастеру узнать, кто позвонил к горному диспетчеру, вот сообщил, что по плану ликвидации аварии выходит на горах. Ну все, мы все собрались и выполнили свежую струельную, включая самоспасательную горах. Мы включали самоспасатель и выходили в свежую струельную. Все оповещения приходят на головной светильник, то есть как бы сразу что-то случается, оповещение обязательно придет. До прибытия горноспасателей развития очага пожара при помощи подачи воды сдерживали шахтеры и вспомогательные горноспасательные команды. Работа по эвакуации шахтеров была выполнена четко, по графику. Все шахтеры выходили по чистой струе, самоспасатели никто не включался. Последний шахтер вышел на поверхность в 23.39. На тот момент уже работало 4 отделения ВГСЧ и осталось еще 8 человек подготовленных шахтеров с ВГК, которые работали вместе с горноспасателем. В настоящее время на ликвидации последствий возгорания работают отделения ВГСЧ. Через 20 минут после вызова ВГСЧ отделения прибыли на шахту, приступили к обследованию горных выработок. Их 23.50, обследование было закончено. Значит, был обнаружен очаг сомнагревания в сбойке 519, который сейчас происходит. Значит, его локализация, остужение с помощью воды. Значит, в дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации данного участка. Сегодня работа на шахте остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания. Только после этого будет принято решение о возобновлении работ по добыче и проходке на предприятии. Галина Ирина, Ленинск ТВ.